Ответственность сильная? Ну да, конечно, когда ты тренируешься, смотрят на тебя люди. Борцы часто закашивают годы. Замечаем тебя на турнирах, по боям исправил. Хватки не смотрю, как в боях. Твоя дружба с Рустамом? Думал, да, хотел в Олимпиаду попасть. Перешел, бороться на чемпионате России 86 кг. Не суждено было. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Арслан Даций. И сегодня в рамках информационного агентства «Обзор Пресс» мы поговорим с российским борцом вольного стиля. Он чемпион Европы, призер чемпионата мира, мастер спорта международного класса. С нами Ахмед Гаджимагомедов. Ахмед, ассалам алейкум. Ахмед, немножко расскажи о себе. Очень тяжело было добиться того, чтобы ты дал нам интервью. Мы знаем, что ты не работаешь на камеру, особо не общаешься со СМИ, журналистами. Почему? Ну, особо не люблю это. И не любитель. Ну, а себе что я могу? Я тренируюсь с детства. Начал тренироваться в селе. В Калинауле жил, а на треномке ходил в Ленауле. И потихоньку там тренировался. Потом перебрался в Хасаверт. Уор. И там тренировался. И вот потихоньку. Уже почти 20 лет в борьбе. В живой там, в спорте. Кто привел в тренировочный зал? Если не ошибаюсь, у тебя большая семья. Очень много братьев, сестер. Да, у нас 10 человек. Я сам младший в семье. Ну, в борьбу привел, как у нас обычно есть. Старший брат ходил у меня на тренировки. И вот он меня привел в борьбу. Ходил в селе. Потом мой тренер уехал в Хасаверт. Потом тренер сюда потянул Хасаверт. Самый титулованный в семье ты? Да. Ну, один брат тренировался, он тоже рано оставил. Ну, я, да. Только чуть-чуть результат показал. Ответственность сильная? Ну, да. Конечно, когда ты тренируешься, уже смотрят на тебя люди. И там ответственность сильная, да. Тяжело бывает. Вот эта вот всеобщая изоляция во время коронавирусной инфекции сильно повлияла на тренировки, на смену режима? Ну, да. Ну, я после травмы был, мне особо нельзя было тренироваться. Я восстанавливался после травмы. Можно сказать, даже мне чуть на пользу она пошла. Я отдыхал и чуть колено закачивал. Я после операции был. Нормально. Расскажи, почему именно борьба вольного стиля? Почему выбрал это направление, закрепил себя именно в ней? Ну, потому что у нас в селе не было бы другого вида спорта. Даже у нас в селе не было зала. Ну, я сам живу в Казбековском районе, в селе Калинау, там не было зала. А мы в соседнем село ходили. Но там кроме борьбы ничего не было. И вот так. И в Дагестане у нас на тот момент только борьба была вольная. А потом уже годов-три, наверное, уже в бои без правил уже чуть-чуть. А так не может ничего, кроме борьбы. Кстати, твое отношение какое к смешным единоборствам? Нормально. Я смотрю, болею за наших ребят. Если честно, можно сказать, даже я схватки не смотрю, как в бои. Одно время вообще сильно смотрю. Когда в Махачкале был чемпионат боевой самбо, у меня до сих пор дома кассета есть от боевой самбо. Который первый проходил. Бои я всегда смотрел. Неожиданно. Да, одно время. Я же говорю, я сильно смотрел это. Когда в Махачкале, это, наверное, 2003-2004 год, когда Баконя Абдуманаб делал вот эти турниры. Вот тогда смотрел даже, а у меня кассеты до сих пор дома есть от боевой самбо. Никогда не было желания попробовать себя в этом направлении? Так, иногда думаешь, ну, не знаю, что-то держать. Просто, знаешь, вот это, устал от этого висягонки. Там, видишь, надо вес гонять вот это. От висягонки устаешь. А так? Иногда думаешь, хочется, но не знаю. Пока. То есть только висягонка держит тебя в барби ульного стиля? Нет, ну да, это тоже, да. Там же приходите гонять 10 кг, 12 кг, а я вообще не любитель гонять. Вот это тоже, да. Вот так. Пробую отчего. Замечаем тебя на турнирах. По боям без правил. Сейчас. Ты был на турнире, если не боишь, на АМС. Да, в Москве был. Интересно. Сейчас как-то по-другому все? По-твоему, раз ты, там, чуть ли не с первых турниров посещаешь, видишь? Ну, сейчас, знаешь, как-то, да, сейчас чуть-чуть уже нету, как раньше, такого интересаешь. Говорю, я раньше даже борьбу не смотрел. Я вот постоянно смотрю эти диски, бои там. Раньше прямые эфиры не было, а после этого покупали кассеты. Вот этот боевой самбу, махачка вот эта. Сейчас, знаешь, как-то уже нету такого желания, как раньше. То есть ты правильно понимаю? Раньше, лет 10-20 назад, у тебя были кассеты, ты смотрел поединки, но борьбой так сильно не увлекался. Не, не увлекался, да. А сейчас все в точности, да, наоборот. Сейчас больше делаешь акцент на борьбу, правильно или нет? Или просто перестал смотреть бои, и все интересно, что-то другое переключило. Так, когда наши, например, дерутся, Рустам, Ахмед, Алио, Хаби. Ну, когда наши ребята дерутся, я смотрю, как раньше. Раньше я, когда Федора вообще не пропускал, старался каждый, вставал, смотрел. Ну, что-то в последнее время такого желания нет уже, как раньше. Что я с тобой беседую, такого чувства? Что я беседую с бойцами, смыслом с еды наборством. Настолько плотно ты знаешь эту нишу, настолько хорошо осведомлен. Странно, что ты не попробовал себя хотя бы в боевом самбо, конечно. Но, видимо, закрепил себя плотно в борьбе. В борьбе, да. Просто в борьбе знаешь, я всегда думал, один раз мир выиграть. Думал, вот это. Каждый раз думал, что за это я в борьбе. Столько тренировался, уже почти 20 лет тренируюсь. И, знаешь, уйти, не стать чемпионом мира. Всегда был, думал, что мир что-нибудь выиграть в борьбе. Столько отдать в борьбу и не выиграть. Вот это тоже. Просто не можешь остановиться? Ну, уже, уже, как я понял, к концу, когда мне уже 31, уже сколько можно бороться уже. Посмотрим, может, этот цикл до конца поборюсь уже. Видно будет. Твоя дружба с Рустамом, Ахмедом. Мы регулярно видим тебя с бойцами смешанных единоборств. Расскажи о взаимоотношениях. Как еще эта дружба появилась? Как взаимоотношения наладились? Ну, я же говорю, я за боями давно слежу. За Рустама, за всех бойцов я давно следил за их поединком. Ну, с Рустамом мы один раз на сборах были. Ну, там познакомились. А я любил, всегда я с бойцами работал. Там вот боролся с Рустамом, работал. Потом так пошла, да, дружба. Потом, когда я в 16-м году, я проиграл на чемпионате России. После этого я на сборы не поехал. И Рустам мне с собой брал пару и в Кисловодск. На сборы ездил с ним. Чуть так и пошло. Ну, с Ахмедом Алионом тоже там же в Кисловодске познакомился. Со всеми, да, где-то на сборах. Они же приезжают с нами на сборы. Сочи там куда-то вот так. Ну, с учетом того, что образовались хорошие отношения, давай немножко о человеческих качествах поговорим. С учетом того, что они в зале, они общаются практически со всеми, но именно ваши отношения, ну, такие более дружескими стали. Почему? Что цепануло, возможно? Ну, с Рустамом, мы его пару раз мне предложили с ним ехать на сборы. Я с ним поехал. И он мне тоже, я что-то себе тоже там приобрел новую. Ну, вот, ну, человек хороший, да, видно по человеку, что он такой хороший, добрый человек. Где надо, помогает, где надо, готовность всегда, что надо делать. Ну, Ахмед тоже такой же, да, с ним тоже так же. Ну, со всеми, да, кого-то определить не могу. Просто, ну, блин, я с ними общаюсь, ну, вот, с Рустамом, Ахмадом Алиевом, там, Маулидин Хайбулайом, ну, со всеми, да, так. О травме давай немножко поговорим на чемпионате Европы, которая помешала тебе. Что за травма? Как образовалась? Ну, это за выход в финал, в полуфинале я боролся с украинцем. Ну, там получил травму в 19-м году, в начале года было. Получил травму и эту сходку до конца боролся. Ну, я это хотел в финал выйти. Задача была, если я могу ногу поставить нормально, хоть один шаг хотел в финале тоже выйти. Ну, не мог я. Потом приехал домой, пришлось операцию делать. И за эту травму, можно сказать, я сделал в начале апреля, ну, пропустил почти полтора года за эту травму. У меня почти не восстанавливалось. Из-за травмы ты не смог выйти на финальную схватку. Да, не боролся. Немножко об этом, что было тогда в голове. И как ты вот переключаешь себя после вот такой ситуации, да, после каких-то травм, после каких-то обстоятельств жизненных, ты переключаешь себя на то, чтобы вновь вернуться в зал, вновь начать тренироваться? Ну, знаешь, это у меня была третья Европа. Ну, хотел, да, выиграть Европу, ну, знаешь, я до этой схватки тоже настраивался, разминку делал, ну, видишь, суждено было так травму получить. Получил травму, ну, знаешь, есть примеры, которые, например, вот тот же Рустам Хабио. Я, например, вижу, как он тренируется с травмами, характер человека, вот, я даже с ним побывал на сборах, он перед боем получил травму, он вышел с этим травмом на бой. Есть вот, например, борец Белял Махо, сколько травм и сколько операций он перенес, ну, на таких людей смотришь и думаешь, а я что, не могу, что ли, вот так? И после травм, да, у меня много травм и болит. Ну, каждый раз их вспоминаешь, думаешь, вот они тоже, ну, тогда себя настраиваешь, психологически, что дальше не тренироваться. Что скажешь о выступлении наших спортсменов, нашей сборной на чемпионате Европы в Польше? Ну, нормально, хорошо боролись наши ребята все. Сколько, 6 чемпионов, всем, что чемпионы нормально. Боролись почти вторые номера, только 86 первый номер боролся. Основные нормально доказали, что у нас и вторые номера могут выиграть. Также, если на мир поедет, я думаю, на мир тоже они могут так же бороться. Ну, доказали, да, что у нас лучшая команда в мире. Мы вторые, третьи номера тоже могут выиграть, потому что у нас конкуренция, у нас только три номера выезжает. А на чемпионате Россию выиграть, я знаешь, очень тяжело. И ребята стали вторыми, кто-то второй был, кто-то третий, поехали, выиграли Европу. Как вы справляетесь со всей этой конкуренцией? Как это все происходит внутри? Ну, реально, ну, очень много спортсменов, очень много тех, кто хочет выйти вперед. Вот это вот вся борьба, помимо того, что на ковре, она ведь и внешняя есть. Вот об этом немножко сказать. Ну, это конкуренция, да. Знаешь, когда, например, элементарно у нас в зале бывают соперники. Вот смотришь, соперник делает три раз канат, мы делаем еще пять. Вот это вот, понял, конкуренция, она ведь, за то, что у нас конкуренция, и у нас такая сильная команда. И каждый набирает, смотрит на кого-то, он пащит, и тот желание появляется, думает, чтобы его выиграть, надо же больше, чем он сделать. Вот так, да. В чем твоя особенность-то, блин? По-твоему, потому что, ну да, такой двоякий вопрос, довольно, может, философский. В семье, большая семья, ты стал, ну, прямо с каждым самым титулованным в плане спорта. В зале ты ярко себя проявляешь, а тебе говорят, почему? То, что, как бы, тебя воспитали, так, ну, воспитали, наверное. Ты был больше целеустремлен? Ну, да. Про борьбу вольного стиля. Такой, знаешь, такой немножко острый вопрос, но я думаю, ты с легкостью на него ответишь. Есть в народе такое бытует мнение, что борцы часто закашивают годы, вот, точно меняют паспорта. Вот об этом, твое мнение на это. Ну, я, знаешь, я не противник этого. Вот, наверное, я сам, мне тоже хотели делать, я сам не оставил делать. Я, и у меня племянники борются, я ни одному племяннику не сделал. Зачем это, если по своим годам надо бороться? Ну, я против этого. Да, у нас, особенно в Дагестане, у нас делают это. Ну, у нас в Кавказе делают это. Ну, я думаю, это неправильно. По-твоему, почему меняют возраста на 3-4, иногда на 5 лет? Ну, знаешь, там, когда ты по делку делаешь, там будет чемпионат России по молодежи, по юношам. Когда выигрывают, а на мир едут, на Россию, ну, что-то, думаю, результат будет, да, там, хотя бы по юношам, по молодежи что-то выиграть. Ну, за это, наверное, ну, по любому-то году и Доджи тоже стали. За это, наверное, мир, Европа хотят, да, выиграть, хотя бы по юношам, по молодежи. Ты не думаешь о том, что это, возможно, уже такой поток, поток, который начался довольно давно, вот, и сделали, окей, и они уже какого-то определенного возраста, и сейчас новое поколение, она, смотря на это, повторяет те же самые действия. Я не скажу, что ошибки, ну, потому что у каждого мнение свое, ну, поступок так поступок, это их поступок. Ну, раньше, да, по ходу, это делали вот так, постоянно, и вот так, как обычай пошло, это, ну, вот сейчас, как я понял, в последнее время уже, вот по юношам, например, Денис Царгуш, он всех убирает, он даже сказал, если кто-нибудь докажет, например, кто выиграл по юношам Россию, скажет, что поделка есть будет, я его никуда не буду брать, на Европу, на мир. Денис начал там порядок делать, ну, сейчас начали потихоньку за этим смотреть. Ну, я думаю, Денис и правильно делает, потому что там есть люди, которые не сделаны, а с ними выходят, например, вот по юношам. Два-три года тоже говорится об этом, силы у этих людей чуть больше было, чем у этих молодых. Поэтому, ну, неправильно кто делает тоже. Министром спорта Республики Дагестан стал ваш человек из борьбы вольного стиля, Сажит Сажидов. Как вы, борцы вольного стиля, приняли эту информацию? Нам приятно, чтобы президентом стал Сажид, Сажид хороший человек. Думаю, лучше будет. Не то, что для борьбы, я думаю, он для всех видов спорта будет это. Он будет, сам человек боролся, сам через этот труд прошел, все понимает. Что, как, нормально будет, наверное. Давай так, немножко абстрактно. Вот, гипотетически, ты стал министром спорта Республики Дагестан. Вот, к примеру, окей, что бы ты поменял именно в плане спорта внутри системе? Давай, три какие-то позиции, что бы ты поменял? Ну, первый, вот, не дал бы поделки делать, вот это. Ну, уделил бы внимание, наверное, вот, спортивные школы, где-то, вот, есть у нас селы, где нету зал. Старался бы, наверное, там что-нибудь построить, чтобы для детей, потому что у нас в Дагестане все любят тренироваться, тренируются. А ты не считаешь, что спартанские условия больше закаляют? Ну, ну, закаляют, да, ну, знаешь, уже времена другие. А если условия будет, хорошо же будет. Ну, такие, да, ну, вот, например, есть здесь селы, где вообще даже нету зала, ничего нету. Вот, например, где я тренировался, ну, у меня в селе не был зал, ничего не было там. Мы ходили вот в соседнее село. Как справляешься такой, ну, своеобразной славой в твой адрес? Я приезжал как-то к тебе в гости, и даже у въезда в село Линао. Да, Линао. И прям все знают, где ты живешь, все знают тебя, твои плакаты. Такой славы у меня нету, и такого результата нету у меня. Просто, знаешь, ну, я, можно сказать, выходить из Линолова, где я тренировался. Ну, там, то, что я в Европу выиграл, наверное, за это, что там все знают меня в селе. Ну, все вообще, все знают, где, кто живет. За это, наверное, такого славы нету, не чувствую. Перенос Олимпиады, он как на тебя вообще повлиял? Возникли ли шансы? Так-то, конечно, я в девятнадцатом году, я же говорю, травмировался. После этого я, ну, в двадцать первом году пробовал себя в новой весовой категории, восемь шесть килограмм. Хотел на Олимпиаду попасть, но проиграл. По поводу веса. Давай обсудим. Будешь ли поднимать или спускать? У тебя семьдесят девять. А это не олимпийский вес? Да. Не, я уже на восемь шесть останусь, наверное, раз перешел, что сейчас обратно спускаться. Думал, да, хотел в Олимпиаду попасть. Перешел, вот, боролся на чемпионате России, восемь шесть килограмм. По финале проиграл Дорейну Курдио. Не попал, не суждено было. Как уверен был в себе, думал, смогу, не смог. Кого бы выделил на предстоящих Олимпийских играх именно какие-то, по-твоему? Кто себя ярко проявит? Знаешь, эта Олимпиада такая непредсказуемая вещь. Кого-то сказать даже, знаешь, сколько у нас были такие моменты, в которых человек ехал на Олимпиаду, говорили, что он чемпион стопроцентно проигрывал. Это Олимпиада такая. Кто будет психологически готов, тот и выиграет. Конечно, тренироваться тоже, кто в форме. Ну, как я общался, кто боролся на Олимпиаде, но они все говорят, там самый главный, говорит, психологический. Кто-то, говорит, приходит, думает, вот, я Олимпиаду попал, такое делает, но уже заранее проигрывает. И в завершение, Ахмед, топ-3 имени, по-твоему, вне зависимости от времени и вне зависимости от весовой категории. Лучшие борцы? Ну, по результату, это Буэйсар Сайтио, Мавлет Батиро и Рашид Садулаев. Большое спасибо. Спасибо большое, Ахмед, за интервью, за искреннюю беседу, за искренние честные ответы. Желаем успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо, Гарри. Это было отлично. С нами был борец вольного стиля, мастер спорта международного класса Ахмед Гаджимагомедов. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта. Субтитры сделал DimaTorzok